Джинни на улицах Лондона Парк Лейн была самой модной жилой улицей Лондона. Сегодня это скорее оживленная проезжая часть длиной в километр. Она идет от угла гайд-парка до мраморной арки. А вот в честь чего и был назван этот район. Это Мраморная арка. Но чтобы рассказать ее историю, сначала надо пройти два километра в том направлении. Вам, наверное, знакомо это место – официальная резиденция британских монархов. Когда в 1825 году Джону Нэшу было поручено превратить Букингемский дворец в Букингемский дворец, он спроектировал его трехсторонним с внутренним двориком. Так что знаменитый фасад дворца тогда не существовал. Внутренний двор был огорожен, а в северной части находилась церемониальная арка, которая служила входом во дворец. Строительство арки было завершено в 1833 году, но конечный результат простоял здесь всего 17 лет, до 1850 года. Арку демонтировали, чтобы построить восточное крыло. Мы вернулись к началу Парк Лейн. Томас Курбит реконструировал арку, и она стала церемониальным входом в гайд-парк. Знаю, о чем вы думаете. Вокруг столько машин. Сейчас час пик. Но в те времена здесь заканчивалась территория парка, и Парк Лейн была тихой улицей, идущей вдоль зеленых лужаек. Красивые грехи. Проект арки основывался на Триумфальной арке Константина в Риме и Триумфальной арке в Париже. Ее должны были украшать фризы, изображающие победы Наполеона. Когда арку поставили здесь, в пространстве под колоннами разместили полицейский участок, где сидел королевский парковый констебль. Сегодня арка – это просто монумент. Хотя это не просто монумент, это настоящая достопримечательность для фотоальбома.